Я бы хотел с нашими коллегами, которые были из Тарстана, из Чувашии, просто я сталкивался по своей работе, мне показывали местные, товарищи Владимир, ты мне показывал книгу вашего такого деятельности, где цель набра, о чем вы сейчас сказали, что детей со школьного возраста, и не только детей, но и студентов уже включают и вырабатывают в некую медкость России, то есть там не стесняясь совершенно пишутся такие исторические факты, где рассказывают, как пришли русские оккупанты и вот чувашские герои, которые боролись с этим оккупантом, недолго они боролись, васька шли, разошли, они там что-то делали, кричали, и боль делился, там может быть 15 минут, но тем не менее, этим как-то бежать, но сам факт, что этих людей скоро переварит, написано по-другому. И вот, к сожалению, я видел также, для марийцев, также используются в Марии неоязыческие всевозможные, раскалывают и при том, что пришли опять же русские оккупанты, Россия оккупанты, внедряют национальное сознание марийцев в православную церковь, тем самым разрушая их этнический такой, да, как бы вот есть некое насилие русских над местным населением. И я как раз так понимаю, что дальнейшая работа, она рано или поздно может дать плоды, если мы, соответственно, сармяк, который прорастает на здоровом силе, из-за ту ракового опухоль, сепаратизма, не будем ее искоренять. И мы можем получить, к сожалению, не один майдан, который прошел в Киеве, а десятки майданов. Также я знаю, что в Якутии есть низкая реальность молодежных движений, которые также развивают, что нам не нужна Россия, нам не нужны русские, мы же другим ценам, мы якуты, мы великие тюркские народы, нам не нужны, мы сами себе прокормим русский РОН. И мы помним, что даже в 50-х годах были подобные такие пункты, когда выходили с заявлением, что надо отсоединяться от России. И, к сожалению, я не знаю, в чем причина, я много недопонимаю, конечно, в том числе и нам с вами нужно помогать тем нашим органам выявлять подобные такие длинники на втором теле в своих регионах, таким образом совместно объяснить, показывать, указывать на существующую проблему. А проблема, она реально существует. Слава Богу, что тоже, конечно, не бывает, что власти не работают, тоже турецкий, который у вас был Кольщ, промывал мозги на протяжении многих лет, опять же, рассказывая о том, что мы тюрки, мы особенные, нам не нужны, опять же, смогли избавиться от этих денег, которые финансировались наверняка спецслужбами Запада и Соединенных Америки. Конечно, с этим надо бороться. И, Анатольевич, может быть, вы скажете пару слов, я сказал то, что я видел своими глазами, но, может быть, я видел только худшую сторону, не совсем так понял, может быть, этого нет. Это были единичные случаи. В сравнении подобной литературы, подобной идеологии, появления сайтов и так далее. Честно говоря, у меня дочка в турецком лице проучилась. Там были, конечно, посещения, но не все. Такого давления, конечно, не было. Но у нас в Татарстане тоже сейчас турков уже нет. Тоже все эти закрыли. Но все наше государство и федеральная служба безопасности все под свой контроль. Но, тем не менее, видите, ничего добились в Туркии, что, скажем так, те, кто учились у них родителей, например. Честно говоря, у них можно и учиться. Когда мы были в Елапуге, приехали они по всем городам Татарстана проехались и собрали именно тех отличниц, которые, ну, как бы, правильные рассуждали, как-то мозги правильные были. Вот они собрали именно массу лучших людей. Вот у нас в России вот этот метод нашей школы почему-то не применяли. Это было бы очень хорошо, потому что после войны Японий Вик тоже правил в такой же сделал. Он собрал именно талантливых, хороших детей и создал в такие школы, и уже правил пошел. Вот по этому же методу, похоже, по России собирали турки тоже детей. Нет, ну так как мы, понимаете, Россия, она большая, и, конечно же, нам нет такого цели, создать некогда зазы у себя за чем-то на территории, что собрать лучших и есть всевозможные там, да, органы власти. Все равно вот развитие они получают немножко другое. И второе, вот у нас, конечно, вот вчера только мы собирали штаб у себя. У нас в штабе участвовал Дитц Виктор Бергевич. Он у нас кандидат, член партии, возглавляет общину, немецкую общину в Татарстане. Вы знаете, вот он когда выступал перед нами, он даже стихотворение рассказал, настоящий партиист-родинец и настоящий патриот. Я, говорит, вот этими же вещами, выступая перед немцами, перед немецкой общиной, я прямо сидел и радовался, что вот немецкая община, я, говорит, родился в России, живу в России, это, говорит, моя родина. И как он начал вот это, вообще удивительно, вот то, что у нас в Татарстане не только татары русские и все другие нации, они живут очень сплоченно. Поэтому вот этот очаг, очаги, которые у нас возникали, они по исламской теме тоже возникали. У нас, вы уже знаете, подавляются такие очаги сразу. Слава Богу. Да, слава Богу, работает очень хорошо. Поэтому в Татарстане сегодняшний день, можно сказать, что можно не бояться пока этого. Мы спокойно. Пока, опять же, да. Все слово пока, понимаете, да. Все под контролем держу. Все под контролем. Тем не менее, да, мы видим, что они существуют, и подложные полновения. То, что на нашу партию обратили внимание очень приятно. Они в нас видят союзников. Вот и аппарат президента, и сегодняшний день работаем в Центральной избирательной комиссии. Тоже очень близко, хорошо работаем. И теплые отношения. По-другому пути не можете, да. Вот мы свои в Татарстане, наши партии. Владимир Борисович. Скажите. Я тоже хочу добавить пару слов по поводу этого, по честному. На самом деле, в Димон, в Дзержинске здесь патриоты не нужны. Вот у нас тоже, вот так же, как в Центральстане, мы работаем слаженно, все. Мы тоже свои. Чувашьи смыгки считаем тимой и с администрацией, и со всеми работаем. И, честно говоря, у нас совместных очень много мероприятий проходит. Во-первых, прошу вас спасибо за приглашение. Я не хочу сказать, спасибо, Дмитрия Александровичу. Я думаю, что мы до конца вечера будем еще неоднократно благодарить. Что хотелось бы сказать. Сейчас, несмотря на то, что Родина не является парламентской партией, пошел очень хороший тренд. Очень хороший тренд, что Родина участвует, представитель Родина участвует во всех общественных советах, во всех заседаниях, во всех военно-патриотических клубах, во всех советах президента по делам национальности и так далее и тому подобное. Мы тоже со своей стороны, несмотря на то, что у нас примерная ситуация, как в Дзержинске, нас тоже патриотов не любят, категорически не любят. Но мы представляем наши интересы в общественной палате республики, в общественных советах МВД, в общественных советах министерств и ведомств, которые входим в состав комиссии по правде и для коррупции, в состав комиссии по противодействию межнациональному экстремизму. Тренд очень хороший, потому что я благодарен очень сильно и Федору, и Алексею, потому что вы подпагандируете, то есть мы, по крайней мере, точно знаем, что происходит, чем занимается партия, центральная партия, потому что постоянно происходят какие-то прямые эфиры по радиостанциям, по телеэфирам, происходят о заседании тех или иных клубах. То есть мы терпим информацию, потому что вы находитесь на пике информированности, да, то есть мы от вас все самое интересное, злободневное, мы от вас берем. Что хотелось бы сказать, что реально Россия, развитие России без правильной, вынятой национальной политики нереально. Если дадим, дадим вирусу сепаратизма поселиться в политиках и либерального толка, либо дадим снизу где-то, чтобы пошел раскол, или пойдет раскол с точки зрения межконфессиональных отношений, потому что есть тенденция к этому, в том числе, например, что уроженцы Тобстана, что уроженцы Мариэла очень сильно участвовали в нехороших потребительских организациях, в том числе были уничтожены в странах Азии и Африки. Сепаратизм не должен пройти, для этого есть партия Родина, для этого есть социальная группа Саленград, а Россия, Родина, дети. Спасибо. Конечно, конечно. То, что с Олегом здесь в газете все написали, мое мнение такое, что он наступил на хвост очень сильным вот этим как раз сепаратистам. Очень сильно наступили. Молодцы, вот вы себя показали. Вот это показывает, что вы работаете. Я когда говорил о том, что сепаратизм то вложится на бурдонатную почву. Поэтому проблема в Держинске, что эта почва подготовлена. И 20 лет как в Украине подготавливали это, потому что сейчас происходит. Вот в Держинске, к сожалению, я не готов констатировать, у нас тоже почва к этому подготовлена. Причем, что самое обидное, она подготовлена руками власти, поддерживающей Держинцев, которые себя называют патриотами, а на самом деле живут уже далеко за пределами страны, который удержится только как способ зарабатывания денег для безбедного существования за границей. Вот что обидно. Женя, я бы хотел отметить, что сепаратизм это не просто какая-то подрывная технология. Это действительно вирус, который постоянно присутствует. Причем мы в сильных странах. Мы знаем, что в Америке есть сепаратисты, тихацкие, алякские. И никуда от этого не деться. Есть проблемы с сепаратизмом в Испании, в Италии, в других странах. Периодически это переходит в формат войск, каких-то революций может не переходить. Но в России сегодня сепаратизм возведен чуть ли не в рамках идеологии. Идеологии обычной жизни. Нам говорят, когда такие не слышим слова с высоких трибун, что, допустим, чиновники и специалисты должны каждые пять лет менять работу и чуть ли не профессию. Это что? Это профессиональный сепаратизм. То есть человек, в принципе, чему-то учится в институте, потом нарабатывает колоссальный опыт. А потом он должен, значит, через пять лет поменяться. Из специалиста по электронным технологиям стать, почему-то, производителем картофеля. По мнению, значит, вот, идеологов этот процесс, это очень хорошо и позволит там бороться и с застоем кадрового, и с коррупцией. А на самом деле это просто формирование привычки все просить. Вот прошло время, все, у меня, значит, срок вышел, ухожу. Как многие, бывает, губернатор, просто отработал, и все, и ухожу. Спасибо. И потом люди говорят, а как же, вы же здесь начали это. Нет, все, у меня идеология сепаратизма подсказывает мне, что надо идти в другой акции мира. Это происходит на семейном уровне, когда средствами массовой информации, либеральными особенно, молодежным телевидением проповедуется сепаратизм в отношениях. Что брак, это, допустим, это ерунда, это устаревшая форма взаимоотношений между людьми. Надо сохранить свободу. Если вы чувствуете, что партнер к вам не подходит, вы должны тут же разбежаться. Это сепаратизм. делить имущество. Куча рекламы. Адвокат разведу, отменяю квартиру. Это еще. Людей заставляют постоянно чувствовать себя какими-то единичными такими народными республиками. Формируется индивидуалистическое сознание. «Какая там родина? Зачем? Я сам специалист, действительно могу поехать на запад, могу работать. Но практика показывает, что из нашей страны все-таки не очень большому количеству людей удается успешно устроиться за рубежом. Это мисс. У нас 70% как минимум населения вообще никогда не выезжало за пределы России. Просто не выезжало. И когда сейчас говорят о крахе турбизнеса, так он связан прежде всего с тем, что как раз имущему классу созданы определенные препятствия. Вот он не может уже оплачивать эти вещи. А массы не пользуются услугами, потому что никуда не ездят. Это плохо, это трагично, это мешает как бы расширению кругозора, но это танец. Но вот эти люди, которые, в принципе, привыкли жить в соответствии с вековыми условиями, не только плохими, но и хорошими, которые привыкли считать себя, например, мастером определенного тела, их заставляют каждые пять лет менять свою оболочку, менять душу, просто извращаться. Их заставляют жить современно, то есть в одиночестве. Изменять, быть лживым, быть непостоянным. Это тоже насчет работы. Говорят, что вы держитесь, когда госслужащие жалуются нам годами не платят зарплату, и рабочие говорят, а что вы держитесь за это место? Уезжайте, погвалите вон, говорят. Это и есть сепаратизм. Вот так изгоняется. Если мы в Москве говорим, что цены на жилье неимоверные, абсурдные, невозможно купить честного человека, просто ничего. Он говорит, а вы уезжаете. Он там дешевле. А почему москвич должен уезжать из Москвы? Почему он должен отдавать свой город, любимый, которому он вырос, который вырос, кому-то еще? С какой стоять? Потому что какому-то дяде пришел его поставить такую стоимость, или установить такие цены, это тоже сепаратизм. И здесь действительно вирус, он должен найти противоядие, антивирус какой-то, который, ну, практически некому изобрести, кроме нас. Я призываю Клуб Сталинграда стать лабораторией, антивирусной лабораторией. Мы изготовим костюмы, соответствующие защиты. Сыворот у нас уже есть. Вывести кучу сывороток, этих препаратов, которые будут способствовать продавлению сепаратизма на всех уровнях. На политическом, для того, психологическом. Потому что, еще раз повторяю, русские сильны своими единствами. Россияне сильны единством и единством в своей территории. Как только один из этих моментов выключается, страна распадается, народ распадается, начинается гражданская война. Этого бы крайне не хотелось. Как бы не хотели бы ни чиновники, привыкшие к спокойствию, ни либералы, проблема сепаратизма смертели для России. Чем раньше мы поставим диагноз, начнем лечение, тем проще будет. Конечно, раковую опухоль потом приходится вырезать, но есть другие. То, что не получилось советскому руководству, должно получиться у нас. Мы хотя бы можем научиться на их ошибках. И Сталинград станет такой лабораторией новой России, новой державности, в которой все будет по чесноку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова